Всем привет. Меня зовут Макс Ищенко. Вы смотрите Profit Show. Сегодня наш гость Чингис Баринов, а Чингис руководит проектом worksaction.com. Это система работы над задачами для команд. Все верно. До этого еще у него была куча интересных проектов Design Studio, но цель сегодняшнего нашей беседы это именно worksaction. Worksaction это SaaS-сервис, то есть сервис, который находится в интернете с подпиской, с платными пользователями. Очень популярная тема. И я думаю, есть куча ребят, которые нас смотрят, которые пытаются что-то сделать, что-то похожее. И поэтому им будет интересно узнать ваш опыт, что у вас получалось, что не получалось, какие были фейлы или наоборот хорошие вещи в процессе работы над worksaction. Так что добро пожаловать на шоу. Спасибо. Спасибо за приглашение. Мы сколько уже? Полгода пытаемся это сделать. С чего начать? Расскажи в двух словах о себе и о worksaction. Меня зовут Чингис. Я родился в Новосибирске. Worksection мы сделали в 2009 году. Неожиданный переход. У нас, наверное, более 10 тысяч регистраций стукнуло. И конверсия у нас где-то порядка 12-13%. То есть, в принципе, у нас… Конверсия из чего куда? Из регистрации бесплатных платная. Вы зарабатываете деньги? Мы немножко зарабатываем. Сколько стоит worksaction для команды? Ну, средний чек для команды – это 30 долларов. 30 долларов в месяц обычно. То есть, это, грубо говоря, продукт? Ну, то есть, для тех, кто не видел, продукт категории Basecamp, да? Ну, то есть, недорогой, веб-хост. Да, да. Когда мы начинали, мы вначале искали русскоязычный сервис а-ля Basecamp для себя. Ну, поскольку у нас была веб-студия. Вот. И когда мы его не нашли, ну, были какие-то решения фришные, были какие-то переводы, но очень корявые. Но такого нативного русскоязычного приложения для работы над задачами не было. Ну и мы решили, почему бы нет. Так, изначально вы взяли Basecamp и перевели на русский? Ну, я имею в виду, интерфейс скопировали или нет? С чего оно начиналось? Нет. Ну, у нас были свои претензии к Basecamp, да? Мы их выписали, решили, ну, чего мы не хотим. Ну, то есть, у нас было свое видение этого сервиса. Вначале мы, как бы, составили идеологическую составляющую. И потом, в течение трех лет, активно общаясь с клиентами, мы постепенно поворачиваем. А мы, это сколько вас? Кто вас? Нас изначально было четверо, сейчас нас стало трое. Три человека? Да, три человека. Это вся команда? Нет, это три сооснователя. Вся команда у нас небольшая, семь человек, небольшая дружная семья. Это все какие-то технари, которые пишут код, рисуют интерфейсы? Нет, технари у нас только два. А остальные продажники? Продажники, маркетологи, бухгалтерии. Ага, окей. Ну, хорошо, давай начнем, как бы, сначала, да? То есть, вы, ну, то есть, я понимаю, да? Вам там было неудобно Basecamp, может быть, но вы планировали этот, то есть, продукт делать именно как бизнес, в том плане, что у вас там был какой-то бизнес-план? Или это был такой, типа, побочный, побочный проектик между заказами в рамках студии? То есть, вы изначально планировали это как какой-то там долгосрочный проект, или это... Да, мы планировали как долгосрочный проект. Единственное, что какого-то долгосрочного плана, когда мы создавали, у нас не было. То есть, мы... У нас задача была сделать и посмотреть, как пойдет. То есть, поскольку мы увидели, что все пошло... А как оно пошло? То есть, вы его где-то рекламировали? Или откуда взялись первые пользователи? Первые пользователи взялись так. Я написал на Хабре две статьи, написал... Написал советы начинающим веб-студиям, да? Ну, вот, написал про свои фейлы, про... Ну, какие-то краткие советы, как бы начинающему веб-дизайнеру, грубо говоря, да? Вот. И так мы получили порядка двухсот первых клиентов. Просто потому что... А, ну и в конце я написал, в конце статьи я написал, что вот нам для работы... Раньше помогал бы с Кэмп, но это... Это раньше, а сейчас мы пользуемся более крутым продуктом, это WorkSection. Ага. Вот. И вот так мы получили... Партизанский маркетинг, да? Контент партизанский маркетинг. Это 2009-й? Ну, это уже начало 2010-й. А сколько времени у вас ушло вот с того момента, как вы начали что-то делать, и этот момент, как появился Татьяна Хабрин? Где-то четыре месяца мы делали продукт. Именно делали... Да, мы делали... А ты как... ну, то есть, в каком оно было видео? Знаешь, ну, я к чему есть... Как бы есть разные... Ну, там, крайности, да? Кто-то выпускает очень сырой продукт, его там доделывает? Регулярно там... Релизы делает. Кто-то, наоборот, ждет там 6-9 месяцев вылизывает, чтобы... Ну, очень классный продукт. У нас был достаточно оттестированный продукт с минимальным функционалом, который мы заложили в него. Но, скажем так, у нас был красивый промо-сайт. У нас... ну, вот когда эти первые пользователи из Хабра приходили, они видели красивый европейский дизайн, и все было как надо. Угу. А, ну, а как ты считаешь, это была... Ну, то есть, вы правильно поступили? Стоило, может быть, еще потянуть или выпустить там на 2 месяца раньше? Или, ну, в том виде, как было, оно хорошо сработало? Ты знаешь, я думаю, все получилось как надо. Единственное, что если бы сейчас мы опять начинали... Я, наверное... ну, нам, наверное, надо было искать какие-то средства и вкладывать больше в маркетинг на том этапе, ну, начальном. Почему? Потому что, ну, на тот... на тот период не так много компаний вообще знали, ну, о том, что вот есть такие системы, и что они, ну, помогают. Потому что, ну, вот СНГ-рынок, он только сейчас начинает активно смотреть на SaaS-системы и... Так смотри, если, извиняйте, перебью, но если тогда было, по сути, слишком рано еще клиентов нужно было образовывать, да, что это такое вообще, так, в принципе... То вы бы потратили кучу денег и получили бы маленькую конверсию. Сейчас, наоборот, клиенты уже понимают, что у них есть такая потребность, осталось бы только продать, ну, именно твое решение, а не идею в целом управления проектами на вебе. То есть вы бы потратили кучу денег. Ну, почему впустую? Кто потратил эти первые деньги, он заберет себе львиную долю рынка. То есть это бренд, да? Да. То есть ты ассоциируешься как сервис? Ассоциируешься с категорией? Ну, окей, вы ориентируетесь на СНГ, на Рунер, да? Ну... У вас случайно тоже получилось, или это... Нет, изначально, изначально у нас были глобальные галактические планы, изначально мы сразу делали продукт англоязычным и русскоязычным, ну, при том, допустим, если это маркетинг-агентство, оно могло работать с одними клиентами на русском интерфейсе, а с другими, ну, с западными клиентами на английском. То есть, ну, у нас... Это под свои нужды, да, делали? Да. Вот. У нас как бы эта возможность есть, но на самом деле она оказалась не такой востребованной, хотя мы думали, что она отлично выстрелит. Вот. И в основном сейчас это СНГ. Мы пытались вот в прошлом году попробовать запуститься на запад, но у нас не пошло там по ряду причин. Сейчас мы опять попытаемся как-то втиснуться, но западный рынок, он такой плотный. А можешь рассказать, даже чтобы мы так немного коснулись функциональности, да? Угу. Вот первый год именно, по идее, в первый год вы узнали больше всего. То есть, вы запустились каким-то набором функционала? Угу. Что-то вы думали, что выстрелить, оно не выстрелило? Что-то какая-то мелкая, может быть, фича, она стала доминирующей. То есть, ну, вот, можешь рассказать? Ну, смотри, ну, в основном это то, что просят. Ну, наши клиенты. То есть, мы общаемся с клиентами почти каждый день, да? Плюс… Почти ты скайп? Я стараюсь звонить по скайпу и вживую общаться вот с руководителями, там, агентств, студий, предприятий. Они мне рассказывают, как они используют, что у них получается, что у них не получается, какие проблемы. Вот. То есть, и почти, ну, вот эти все три года мы активно общаемся. То есть, проблема в том, что у нас, ну, как можно сказать, проблема, нас используют очень разные бизнесы, да? То есть, это могут быть маркетинговые агенции, это социальные какие-то службы, это могут быть SEO или христианские офисы. Хотя, я знаю, тебе это не дает рейтинга. Вот. И, ну… Привет христианам. Почему? Вот. Ну, просто религиозные компании. Компании. Организации. Организации, да. И проблема в том, что у них очень разные, ну, разные цели и задачи. И поэтому мы стараемся найти общий вектор развития, который устроил бы большинство наших клиентов. Ну, в основном, это все на обратной связи от клиентов. Слушай, а можешь сказать, ну, вот это вот общение с этими людьми, с этими клиентами. Это прикольно. Особенно вживую. Ну, то есть, зачем это надо? Нет. Можешь серверолог посмотреть, в принципе, и все. Ну… Google Analytics, в крайнем случае. Зачем тебе эти люди? Ну, во-первых, меня это прет. Ну, мне очень неинтересно с ними разговаривать. Особенно, ну, и я, во-первых, получаю большой эмоциональный заряд, когда я говорю с клиентом, он мне говорит, чуваки, у вас классный сервис. Ну, вот, просто когда… Ну, это, как ты говорила, допамин? Допамин. Допамин, да. У меня активно выделяется допамин, когда я с ними разговариваю, потому что я очень часто слышу, что, ребята, классный сервис. И просто вот ради этой наживки я и разговариваю с ними почти каждый день. Ну, я, как бы, такой вопрос с подколом. То есть, я тоже, ну, мне кажется, это очень важно, но я просто знаю кучу там ребят, кучу команд, которые этого не делают. Ну, не знаю, по разной причине. Поэтому хотелось… Я понял. Ну, окей, я ответил? Да, да, да. Так, ты сказал, у вас конверсия 12%, да? Да, да. А вот здесь, ну, вот, что вы там пробовали, ну, то есть, знаешь, там, а-ля, если ты там будешь искать в интернете, есть миллион ресурсов на тему, там, как повысить конверсию, там, tips and tricks и все такое. Да, я… У вас какой опыт был, кстати? У вас она росла или она постоянно или падает? Ну, что… были ли какие-то там прорывные вещи, которые там в разы ее повышали? Были. Расскажи. Ну, вот, с того момента, как я… Окей, у нас значительно повысилась конверсия после того, как мы начали писать персонализированные письма. В каком смысле? Если регистрируешься, получаешь письмо при движении? Нет, ну, вот, обычно на сервисе ты регистрируешься и, допустим, ты регистрируешься под именем, там, Брюс Виллис, да? Да. У нас есть несколько Брюс Виллисов, вот. И обычно система автомат тебе пишет, здравствуйте, дорогой Брюс Виллис, рады поприветствовать в нашем сервисе и так далее. Вот. Вот мы, когда пишем приветственное письмо, мы не ленимся, пробиваем по имейлу или, там, по соцсетям настоящее имя пользователя, сразу его вписываем. И я стараюсь, ну, вообще посмотреть, чем человек занимается, да, там, какой у него сайт. Вот. То есть ты сам пишешь не автомат? Нет, мы написали автомат, который пробивает эту информацию и, ну, из большой вероятности угадывает его имя. То есть оно выглядит, как будто это написал чувак, но реально, ну, то есть оно выглядит именно не похожим на письмо робота, да? Да. То есть оно в таком вот стиле, а-ля, ты мне пишешь письмо. Ну, плюс мы, ну, там частью есть ручная, то есть часть работы автоматизирована, но частично ручная. И поэтому, ну, вот мы пишем такие хорошие письма, вот как если бы я писал тебе лично и персонализированно, вот мы пишем такие же письма. Я стараюсь не писать в письмах какого-то, там, не знаю, HTML-кода, там, лишнего, да. Просто вот человеческое обычное письмо с, можно с ошибкой, вот так, чтобы это было похоже. Окей. Ну, да, ну, каждый человек один раз такое письмо получает, поэтому… Так вот, ну, вот мы начали писать персонализированные письма, мы начали активно отвечать на… Ну, когда человек получает такое письмо, ему сразу хочется ответить. Мы с ним с удовольствием переписываемся. А, то есть он отвечает и вы с ним начинаете общаться, да? Да, мы с ним общаемся, спрашиваем, зачем ему надо и так далее, да. Потом мы разговариваем с ним по скайпу, по телефону, если надо. Вот, то есть мы очень активно начали в какой-то момент с пользователями общаться на тестовом переводе, да. И вот этот момент очень сильно поднял нам конверсию. Ну, как, у нас была порядка 7-8 конверсии, и мы подняли ее до 12. Не в два раза, но, в общем, в полтора, как минимум. А как у вас это вообще выглядит? Тестовый период, там, 30 дней, а потом платить, да? Да, 30 дней. А потом платить, да? Ну, плюс мы там можем пойти на какие-то уступки, если человек пишет, что там, ребята, я был в отпуске, да, я не успел попользоваться. Мы говорим, окей, не проблема, продолжаем. А, кстати, технический вопрос такой. Как в Рунете, то есть, ну, у вас же российский пользователь. Да, у нас. Как вы сделали прием платежей и деньги? Да. Когда мы делали прием платежей в 2009 году, слово «интернет эквайринг» знали только в приватбанке. В остальных банках в основном переспрашивали, что это такое. Вот, и поэтому мы тогда сделали через приват, но сейчас мы вот думаем и, возможно, будем искать какие-то альтернативные варианты, потому что сейчас уже есть, ну, масса сервисов, которые позволяют принимать платежи, возможно, с меньшей комиссией. Но, как бы, ваши клиенты там платят и карточками, да, там, в вебмане или нет? Да, мы принимаем и карточкой, и безналом, и вебманями. А юрлица вам платят или у вас именно? У нас в основном юрлица, да. То есть, а как российское юрлицо платит вам? По безналу просто перевода. Мы заключаем договор, и она платит… Она на украинский счет? На украинский счет, да. Да, там, конечно, есть геморрой с валютным контролем. То есть, это вам нужно вносить в банк эти документы, акты? Да, да, да. Но, на самом деле, это не так страшно, как казалось, потому что изначально мы работали через юридическое лицо в России, да, и принимали платежи на него. Ну, и потом переправляли их сюда. Но это было не очень удобно, и там получалась достаточно высокая комиссия. Вот. Окей. Смотри, вот там третий год работаете, да? Он растет, сервис? Ну, да. Мы как бы изначально, когда делали, мы думали, что это будет взрыв фонтана и экспоненциальный рост. Почему так все так думают? Интересно, почему? Ну, это, собственно, причина, по которой все этим занимаются. Вот. Но какого-то мега роста у нас не получилось, но у нас есть уверенный рост. Мы постоянно удваиваемся два с половиной раза каждый год. То есть сейчас это уже, получается, не как стартап, а больше как просто свой бизнес. Ну, то есть он уже есть какой-то фонд, который покупает что-то. Да. Я, собственно, к чему этот вопрос? У нас одна тема – это инкубаторы, которых сейчас, ну, много. Угу. Да, и у нас, и вокруг везде. И вторая тема – инкубаторы. То есть, можешь сказать, если у вас был, там, например, почему вы не поехали ни в какой инкубатор? Или, там, есть ли у вас инвесторы или, там, будут или были? Ну, то есть вот на эти две темы. Ну, я же так понимаю, инкубаторы занимаются ранними стадиями? Ну, да, очень ранними, да. А если вы, типа, не успели? Я думаю, что мы уже, да, мы просто начали чуть раньше и не успели. Вот. Инвесторы, мы получаем периодически предложения из России. Вот. И сейчас, там, мы рассматриваем два предложения. А инвесторам это интересно с точки зрения кэшфлоу или, ну, или почему? То есть, чем может такой проект… В смысле, этот проект, чем он может заинтересовать инвестор? Именно доходами, которые вы собираете от клиентов, сегодня, там, два-три-пять лет? Или, там, возможностью выхода, там, не знаю, на какой-то большой рынок? Ну, просто рынок-то этот будет расти еще, ну, как минимум, пять лет. И поскольку у нас уже, ну, вот, допустим, по результатам… Там есть такое агентство Tagline, которое делает… Опа, извините, сейчас тут будет шума. Сейчас снова выключим. Одну секунду. Так, агентство… Есть рейтинговое агентство Tagline, которое делает обзоры и рейтинги веб-студии, инструментов для веб-студий, для диджитал агентств. Вот, так, по результатам этого агентства у нас, там, по-моему, то ли… Ну, в одиннадцатом году у нас было семь процентов рынка, и в этом году, по-моему, восемь. Или что-то такое. Вот, то есть, ну, какую-то часть мы уже заняли, рынка СНГ, и поскольку рынок будет еще… А ты думаешь, смотри, ну, вот, я понял. Как бы вы распорядились инвестициями? Ну, то есть, что, ну, например, у вас есть какие-то деньги, которые вы собираетесь использовать. Если вам дать, как бы, больше денег, да, в виде инвестиций или, там, заемных каких-то средств, как это вам поможет? И поможет ли, и куда бы ты их, там, тратил? Ну, у нас есть ряд технических совершенств, которые мы хотим сделать, да. Мы бы на это направили средства, плюс мы попробовали бы запустить продукт на Запад, может быть… Ну, вы уже два раза пробовали, да? Нет, один раз пробовали, но, кстати, вот в чем был фейл, у нас промо-сайт был переведен квалифицированным переводчиком с дипломом из Харькова. Из Харькова. Из Индии. Вот, и, как бы, потом, когда мы уже разговаривали с, ну, с американцами, да, они нам сказали, что, чуваки, ну, все классно, но так, ну, просто это видно, что… Так никто не говорит. Да, что это рунглиш. Вот, и уже после этого мы перевели сайт с помощью… Слушай, есть такой сайт, Fiverr, Fiverr.com, я скажу, но если через 5 долларов… Да. …то делать все, что угодно, ну, качество соответствующее, но… Пяти баксов. Всего лишь. Вот, ну, такое, к слову. Слушай, ну, смотри, просто тут интересный вопрос получается. То есть, ну, у вас, ну, не резиновая, правильно, компания, ну, ресурсы, да, люди. Да, да. То есть, можно или делать дальше для рунета и сюда, как бы, ну, тратить все силы, или делать для, там, американского рынка, но ты не можешь разорваться, ну, то есть, ты не можешь туда и туда, ну, то есть, что-то будет страдать. Согласен, нет? Ну, конечно, да. Ну, то есть, зачем идти, там, на еще более конкурентный американский рынок, если есть Рунет, которым можно стать, там, номер один? Нет, так, ну, а что тебя смущает? Просто, если, допустим, у нас появятся англоязычные пользователи, нам понадобится только англоязычная поддержка, вот, техническая база-то одна и та же, вот, и плюс маркетинговые усилия, которые нужны, вот, на западный рынок. Ну, маркетинг, по идее, очень разный, ну, или нет? Ну, то есть, там уже этот рынок давно есть, правильно? Да. То есть, он, там, десять лет уже, там, какие-то БСКМП существует, у нас, там, несколько лет. Ну, возможно, это не англоязычный рынок, возможно, надо попробовать, там, я не знаю. А у вас есть, кстати, какие-то пользователи, там, из Бразилии, из, откуда-нибудь, не знаю, Индонезия, большие рынки, Нигерия? У нас, наверное, только из Канады, в основном. Вот, но, ну, вот в Бразилию мы очень с надеждой смотрим, потому что… Хочется в Бразилии? Ну, кстати, мне хочется в Бразилии. Я в Бразилии еще не был. Ты же тоже не был в Бразилии? Очень хочется. Окей, окей. Так, смотри, я по основным пунктам прошелся. Можешь, ну, опять я, как бы, вернусь к началу, да, вот, для ребят, которые, там, сейчас пытаются делать какой-то SaaS-сервис, или уже запустили, ну, или представь, там, себя, там, в 2009-м, да, там, там, уже встретился. Вот, что, что бы ты рассказал, там, какие, какой опыт бы, там, передал? То есть, что бы ты сделал не так, или, может быть, чему научился, там, в общем, есть-то взять? Ну, сейчас есть миллион книг хороших. Вот, я бы посоветовал не полениться, потратить свое время и прочитать какие-то базовые книги по SaaS-сервисам. Например? Есть такие даже книги? Ну, хотя… «Getting real» или «Rework»? Книг нет, наверное, это все-таки блоги, да, то есть, я бы посоветовал просто почитать информацию, там, на том, на Quora.com, да, допустим, просто по тегу SaaS, финансовая модель и, ну, и маркетинг SaaS, наверное, так. Но вы… Потому что, когда мы начинали, у нас не было никаких теоретических знаний. Вы так вслепую. Мы сделали его абсолютно вслепую. Не, ну, вы же видели Basecamp.com, там, страничка с ценами, да? Ну, собственно, где-то так все и было. Четыре столбика. Ну, вот все так и происходило. Допустим, тоже ценообразование мы делали совершенно так. Тогда. Тогда мы его сделали абсолютно вслепую. То есть, сейчас, если… Ну, нам уже поздно перестроить, но, допустим, если мы будем запускать на Запад, мы будем серьезно думать над ценообразованием. То есть, не 30 долларов, а 300. Ну, скажем так, наши клиенты… Вот я вчера пересматривал отзывы. Один из наших клиентов написал, что у нас возврат инвестиций более тысячи процентов. Почему мы берем всех? Интересно. Как они его считают? Ну, ладно, это сложно. Ну, возможно, это было эмоционально. Но, особенно, когда читаешь отзывы на нашем сайте WorkSection.com, можно увидеть, насколько людей прет сервис. Угу. Ну, вы не собираетесь его там бросать, продавать, затеревать? Пока нет. Пока нет. Пока нет. Пока приходит положительный отзыв? Да. Ну, то есть, все равно же есть… Допамин не купишь за деньги. Я понял. Наверное. Я понял. Окей. А вот а студия, с которой все начиналось, для которой вы, собственно, и делали WorkSection, да? Пулакумьо, да. То есть, это был как внутренний инструмент? Нет. Мы изначально, вот, хотели сделать продукт, который будет помогать студиям, для студий и маркетинговых агентств. Ну, это, вот, записывали интервью с ребятами из 908, которые сейчас обижают, ну, не любят, как это называют студией, потому что они уже не студия больше. Так и у вас тоже была студия, которая тоже прекратила существование как студия. Ну, прекратила существование просто потому, что нам не интересны заказы какие-то на разработку и все. Ну, потому что интересно делать WorkSection. Ну, собственно, мы начали задумываться над стартапами, когда в какой-то момент нам надоело делать проект, который живет, ну, который вначале дико искажается заказчиком, да, на выходе получается что-то среднее между тем, что мы хотели, что будет, и тем, что видит заказчик. Вот, и плюс проходит некоторое время, и этот проект умирает, да, то есть, ну, твои усилия, ну, твоя работа, она получается напрасная, что ли. Например, когда я работаю над WorkSection, и, в частности, я общаюсь с клиентами, и я читаю, читаю отзывы, там, я понимаю, что, ну, мы реально несем какую-то пользу, пользу миру. И вот эта штука, это очень важно. Ну, мне нравится, что я занимаюсь работой, ну, не такой, которая, ну, просто переливает из пустого порожнее, да, и ничего не создают, ну, то есть, есть, допустим, не знаю, например, торговля на Форексе, да, то есть люди, в принципе, они ничего не производят и ничего не создают. Ну, мне приятно, что я что-то делаю, делаю, ну, делаю какую-то пользу. Вот. Создателем быть хорошо. Я тебя понимаю, и я думаю, на этой оптимистической ночи мы закончим. Всем пока. Да, всем привет, с нами был Чингиз Баринов, вы смотрели Profit Show, проект WorkSection.com, оставайтесь с нами, в следующую среду ровно в 3 часа будет новый гость, кто, пока не знаю. Всем спасибо. Привет. Субтитры сделал DimaTorzok